Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу приготовить самые вкусные, самые нежные. Косовое печенье. И нам для этого понадобится сливочное масло комнатной температуры 90 грамм, щепотку соли, ванильный сахар 8 грамм, 150 грамм сахара. И все это хорошенько перемешиваем до однородности. Вот такая должна быть. Отправляем сюда 2 яйца, хорошенько перемешиваем. Посмотрите, какая она должна быть. И сюда же отправляем муку. 100 грамм муки и разрыхлитель 8 грамм. Хорошенько перемешиваем также. Если вы хотите мягкие, то добавьте сразу 200 грамм кокосовых стружков. Если вы хотите половину сделать хрустящими, а половину сделать мягкими, то первым делом отправьте 100 грамм кокосовых стружков и отправляем готовую массу в холодильник на 20 минут. Затем вы можете половину сделать хрустящими, а половину мягкими. Для мягких добавляем еще 50 грамм кокосовых стружков. Пищевой пленкой закрываем и отправляем на 20 минут в холодильник. 20 минут уже прошло. Чтобы можно было его руками или с ложкой брать так красиво, чтобы форму надо будет придать. Вот я взяла ложечку для мороженых. По одной ложечке кладем. Расстояние надо оставлять, потому что они расплющиваются такие плоские становятся. Поэтому побольше места оставляем, чтобы они не прилипали друг к другу. Даже я вот столько места оставляла, но она чуть-чуть у меня прикасалась. Вот так чуть-чуть слегка подровняем сверху. Слишком много не надо. Она так и так, она сама укроплится и расплющится. Отправляем в заранее разогретую духовку 180 градусов на 15-18-20 минут. Зависит от духовки. Смотрим по готовности до золотистого цвета. Румяный, золотистый. На эту половину, который остался, я отправляю 50 грамм кокосовых стружков, чтобы эти уже получились не сплющенными, а чуть-чуть пышными и мягкими. Выбор за вами. Какое вы любите, такое готовьте. Дома у нас дети любят хрустящие, а мы любим такие мягкие. Кому как удобно, как любите. Вот посмотрите, какие первые партии получились. Вот такая сплющенная, хрустящая, румяная, золотистая, с хрустом. А вторая партия, которую мы кладем с ложечка, не будем сверху его подровнять руками. Сразу отправляем в духовку. До румяного, до золотистого цвета. Вот такие они размером получаются. Посмотрите, какие же они красивые. Какие аппетитные. Надо остудить его. А потом можно уже кушать. А я сегодня буду сверху его покрывать шоколадом. Так, сверху чуть-чуть. Большие тоже будем остужать. В решеточку отправляю. Посмотрите, какие они. И впереди, и сзади. Такие красивые, золотистые. Постопила шоколада. У меня тут 50 грамм шоколада. Снизу ставлю пергаментную бумагу, чтобы стол не испачкать. Вот так поливаю. Это на любителя. Если вы любите шоколад, то поливайте сверху шоколадом. Если нет, то можно вот так просто естественно покушать. Красивый. Смотрите. Это вторая партия, которая готовила. А это первая. Посмотрите, разница какая. Одна хрустящая, другая мягкая. Какое из них вам нравится, такую и готовьте. Одно тесто. Просто надо добавить поменьше кокоса или побольше. Посмотрите. Красота. Аппетитная. Дорогие друзья. Срочно приготовьте. И вы не пожалеете. Посмотрите, какой хруст. Это который мягкий. А внутри посмотрите, какая красота. Разве не красиво? Такой аппетитный. А вкус какой. Ароматный. Ой-ой-ой. Дорогие друзья, срочно приготовьте. И вы не пожалеете. А второй тоже послушайте на хруст. Это сейчас она такая. А если еще оставить ее на 2 часа или час, она такая хрустящая, вкусная получится. Но который тает во рту. Разница вот такая. Дорогие друзья. Всем огромное спасибо, что вы смотрите мои видео. Всем до скорых встреч. Всем пока-пока. Хорошего дня. В следующем видео будет печенье с кунжутом. Не пропустите. Я знаю, что это было такое вскрытое и не покажу. Удении максимально недоставлены эти punishments. Ну-тоLES. Продолжение следует...